СОНИК БУМ Эти болваны суетятся точно муравьи. Так с ними и надо обращаться. В смысле, ты нас на пикник возьмешь? Что? Нет! Робот-уничтожитель! Луч! Герои сбежат на помощь! Да ладно! Неужели нельзя опробовать смертельное супероружие на городке невинных гражданских, чтобы тебя никто не прерывал? Вот об этом я и говорю. Куда катится мир? Поздравляю, Соник! Ты и твои друзья спасли наше поселение в миллионный раз. Вы все получаете премию «Лучший образец для подражания в мире», как только я пробью последнее отверстие вашей геройской карточки. Большое вам спасибо. Мы обещаем быть достойными этой награды и подавать хороший пример. В дальнейшем. В яблочко! Я могу бросить, не глядя. Ресторан – не место для подобного поведения. Еду оленей, амбургер можно так назвать. Как вы можете звать себя образцами для подражания, имея такое мнение? Идем, милый. Мы найдем менее сомнительное место. Она права. Не стоит здесь баловаться. Будем баловаться здесь! В яблочко! Я его заберу. Эй, ты нам мешаешь? Мы здесь вообще-то пытаемся попасть из пушки в мусорный бак. Ой, забудьте. Утконос – специалист по имиджу. Мэр нанял меня, потому что поступили жалобы, что ваше поведение не очень образцовое. Что? Мы отлично себя ведем. Образцы для подражания редко стреляют друг другом из пушек. Вы должны подавать пример во всем. Мы что, должны стать бездушными дронами? Наконец, хоть кто-то меня слушает. Помните, что вы больше не просто часть общества, вы образцы. Так начнется тренировка. Правило номер один. Не сомневаться во мне. Почему? Нарушение правил. Ха-ха, у Стикс проблема. Ха-ха, у Наклца проблема. О. Не могу поверить, что этот бестолковый мэр дал премию Сонику и его друзьям. Может, он и спас всех в миллионный раз, но только потому, что я в миллионный раз угрожал городку. А где же ваша награда? Единственная моя награда – это зализывание ран. И иногда номинация на Грэмми. Это неправильно, сэр. Вы величайший гений за всю историю. Сильнейший суперзлодей в мире. Самыми стильными усами во вселенной. И недооцененный. Сегодня я обязательно что-нибудь с этим сделаю. После тебя, Тейлз. Нет, после тебя. Нет, нет, нет. Нет, я настаиваю после тебя. Кто-нибудь из вас уже закажет? Образцовое поведение. И вы неплохо справляетесь. Но почему мы так мало заказываем? Я скажу почему. Не следует так часто есть фастфуд. Настоящий образец ценит домашнюю еду. У меня есть дом, где мы можем готовить. Чудесная образцовость. Поучитесь у нее. Я бы хотел помочь, но... Обычно муниципалитет не вручает премии за злодейство. Не обязательно за злодейство. У меня много талантов. Например, у меня прекрасный голос. Прекрасный мечтатель, послушай меня. Роса и звезды ожидают тебя. Простите, но за четвертое место премию не дают. Только сертификат. Эй, Эмми, ужин готов? А почему готовить должна женщина? Вы должны стараться избегать подобных стереотипов. В целом, я бесспорно согласна. Но здесь только я умею готовить. И мне это очень нравится. Не важно, что тебе нравится. Ты теперь пример для других. У меня есть награда за прыжки с шестом, которую я нашел в мусоре. Теперь вы подаете хороший пример. Но здесь же никого нет. Не сомневаться в специалисте. Меня тошнит от этого свистка. И от того, что я образец. И меня тошнит от этой премии. Нет, это очень дурной пример. Должно быть, Тикс решила извиниться. Это очень образцово с ее стороны. Соник, это срочно. Что? Эггман. Минуточку. Вот так врываться невоспитано. Соник, я смотрю на тебя. Попробуем еще разок. Прошу прощения, но мое внимание привлек тот прискорбный факт, что доктор Эггман уничтожает весь город. В любом случае, желаю вам приятного аппетита. Мы послышали? Команда, выдвигаемся. Не так быстро. Люди в городке будут смотреть на вас. Так что вам нужно... Подавать хороший пример. Что? Теперь за что не так? Ничего. Я вас просто похвалил. А теперь, если вы отправляетесь с тобой, соблюдайте правила. Эмми Роуз, если будешь разбахивать молотом, надень защиту. Соник, будешь бегать, носи отражающую одежду и сигналы. Тейлз, никакого вождения. У тебя же нет прав. И Наклз, ничего не ломай. Слегка поздновато. Понял. Команда, вперед. Нужно сказать это вслух. Если я не могу получить премию, придется мне украсть ее. Ребята, пора браться за дело. Здесь впечатлительные дети. Наденьте глупые штуки. Штуки. Вашу чудесную защиту, которую должны носить все дети. Эй, Соник, почему бы тебе не надеть защиту на свои иглы? Соник! Да-да, я помню. А теперь посмотрим, на чем я остановился. Ах, да, я был в ярости. Уничтожим Эггмана раз и навсегда. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Сообщения, используйте их. Эггман, когда ты стреляешь в меня лазером, мне грустно. Перестань быть таким деструктивным. Предложите пойти навстречу. Эггман, я хотел бы встретить... Встретите! Видите? Образцово ведут себя. Они проигрывают. Образцово! Нарушение кодекса. Мы же не хотим, чтобы впечатлительные дети думали, что так надо решать проблемы. Давайте, народ! Я одна не справлюсь. Нет, используйте слова. Это работает. Я начинаю прислушиваться. Штикс, не бросай свой бумеранг, а предложим, ну, к примеру, поделиться. О, я сейчас поделюсь. Нет! Эй, кто любит чили-доги? Чили-доги – это круто. И салфетки необязательны. Горизонт чист. Никаких детей, никаких консультантов. Давайте разберемся по-нашему. Минутку. А как же сообщение? Эггман, когда ты плохо себя ведешь, я буду тебя наказывать. Так себе быть обрастом для подражания. Лучше я буду уморительно колючим. Соник, когда ты так говоришь, меня начинает тошнить. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть». СОНИК БУМ Ребята, ну же! Украшения сами себя не развесят. О, правда? Это не они сами сделали, а твой аппарат. Не круто, Тайлз. Сними эти штуки. Жуки слетятся, и пришельцы, и кумкваты, и спецагенты. Да ладно, ребята, перестаньте. Не будем портить Новый год. Это праздник, когда в твой дом врывается гигантский кролик и прячет крашеные яйца. Наклз, забудь о праздниках и помоги мне поднять этот шар наверх шеста. Когда он опустится вниз, настанет полночь и начало Нового года. Не доверяй ей, Наклз. Помни про кумкваты. А-а-а! Ты слегка оплошала. Извини. Ладно, шаработы. Покатились. Толк от вас. Украшение отлично смотрится, Тейлз, а это отличный новогодний шар. Класс! Вот-вот наступит Новый год, а я еще не выполнил свой ежегодный план. Стать милосердным хозяином? Я покажу тебе милосердие. Банка с гайками. Кто-то не знает значение слова милосердия. Нас двое! Я просто хотел одну серьезную победу над Соником. Только одну! Я так несчастен, что мне даже вас бить не в радость. Грустно, когда хобби не радует. Не волнуйтесь, сэр. Я придумал новогодний праздник, который вернет ветер вашего руса. Только достанешь шашки, и я тебе на запчасти продам. О-о-о! О-о! О-о-о! 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 О-о! О-о-о! 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 Почему ты так одет? А это не сейчас надевают костюмы и угрожают розыгрышами незнакомцам, чтобы тебе дали сладости? Нет, это называется вымогательство. Я слышу много слов, но не вижу сладкого, леди. Орёл Сор в эфире из городского центра, где в разгаре празднования Нового года. Люди прибыли сюда издалека. Мужчины, женщины, дети, знаменитости, политики, чудак в костюме хот-дога. Это он про меня. Сложно найти того, кто сегодня вечером не радуется. Могу пойти туда или туда, но тогда вы пойдёте сюда или даже сюда. Но... О, здесь двойной ход. Это самый худший Новый год в моей жизни. Я старался. Не будем забывать знаменитой жарко и горбота, который готовится на медленном огне. Это тоже печальное напоминание о том, как быстро проходит жизнь. Мультиварка – один из самых философских кухонных приборов. Ах, если бы всё шло так же неспешно, как и процесс приготовления моего мяса. Тогда у меня был бы шанс осуществить свой план. Точно! Если я пойму принцип мультиварки, смогу создать замедляющую машину. А что она будет делать? Всё замедлять. И мне хватило бы времени победить Соника до Нового года. Вот этот источник энергии заставляет мультиварку готовить медленно. А я думала, что это смесь терпения, медленного огня и конденсации. Нет, энергетический шар. Добро пожаловать на новогодний выпуск нашего шоу, спонсором которого выступает Нямбургер, где вам подадут невероятные суперострые чили. Суперострые? Да это кетчуп. Надеюсь, они реабилитируются. А теперь посмотрим, как люди празднуют. Вы, сэр, довольны? А то. Я просто надеюсь, что толстый дедушка не решит, что я плохо себя вёл. Иначе он не оставит мне подарков. Верно. О, вот и мэр. Мистер Мэр, на пару слов. Послушайте, слухи, что я купил себе остров на городские деньги, совершенно лишены оснований. Может, скажете пару слов, пока мы не начали отсчёт? В таком случае, я бы хотел пожелать всем счастливого Нового года. А вы все можете навестить меня на моём собственном острове. То есть, если он у меня когда-нибудь будет. Без комментариев. Соник, мой маленький друг. Я имею в виду враг. Счастливого Нового года! То есть, ужасного. И не такого уж пока нового. Что здесь происходит? Разве не очевидно? Моя замедляющая машина всё замедлила. Для тебя, конечно, это просто нормальная скорость. А ты? Ну, если ты хорошо учился в школе. Учёных-злодеев в отчаянной попытке снискать одобрение отца. Да, просто перейдём к части, где я тебя уничтожаю. Остановимся на классике! Лазерный луч! Неплохая попытка. Папаша бы тобой гордился. Роботы, атака! Они будут через минуту. Просто подожди. Я не могу весь день ждать твоих роботов. Ладно, нужен новый план. А, вот идея. Может, я уничтожу твою замедляющую машину? Блестящий план, Соник. О, постой, забыл сказать. Сделай так, и все останутся такими, как сейчас, навсегда. Знаешь что? Давай устроим последнюю проверку наших способностей. Один на один, по-мужски. Ты и я, персики и сливки. Если ты победишь, возможно, просто возможно, я выключу машину и верну миру нормальную скорость. Ты сказал персики и сливки? Не уходи от ответа! Бум! Я выиграл! Так не хватает драматизма. Эггман, я выиграл! Выключи машину! Дай мне еще один шанс! Дай мне еще один шанс! Бинго! Готово? Шаг и мат! Не могу поверить, что дошло до этого! Ненавижу шашки! Десять! Я просто хотел победить тебя хотя бы в чем-то! Хотя бы один раз до конца года! Разве это так много? Ты все сделал, чтобы одержать надо мной победу? Возможно! Да! Наверное, в этом году я был безжалостен! Наверное! Наверное! В прошлый Новый год я запланировал хотя бы раз тебя победить в этом году! И вот! Десять секунд до полуночи! И я даже в шашки выиграть не могу! Десять! Знаешь что, Эггман? У тебя еще есть пара секунд! Сейчас Новый год, и я вызываю тебя на танцевальную дуэль! Что? Хочешь надо мной посмеяться? Так себе идейка! О-о-о! Семь! Ну как? Шесть! Ладно, ладно, моя очередь! А-а-а-а! Неплохо! А-а-а-а! Ой! А-а-а! Чирпи! Похоже, ты выиграл! Я выиграл? Я победил Соника! Эй, народ! А, да, точно! Три, два, один! Соника! Да-а-а-а! Эй, народ! Я победил Соника! Склонитесь передо мной! А чем это он? Я победил в танцевальной дуэли! Вы не видели? Прямо здесь! Это произошло слишком быстро! Никто не заметил! Что? Но... Ну, кроме меня! С Новым Годом! Да, с Новым Годом, синий еж! Эй, ребята! Я только что увидел свою тень! Еще шесть недель зимы! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть Соник Бум! Думал, воин-гонщая против боевого мопса Хороший ход? Не ожидал, да? Бам! Крутая овчарка метит свою территорию! Что ты делаешь? Ничего такого, сразу говорю! Эм... Прелестная игрушка! Это не игрушки, а игровые фигурки! Часть сложной игры, которая требует стратегического мышления, хитрости и безжалостной агрессии! Называется пушистые собачки! Луч и так себе, Эмми! Нет, не так себе! Это сейчас самая модная игра! И поэтому ты играешь сама с собой, да? Совершенствую навыки перед местной встречей в Нямбургере! Все лучшие, популярнейшие игроки города будут там! Простите, не подскажете, где сидят преданные поклонники пушистых собачек? Прямо здесь, за этим столом, новичок! Привет! Простите, что опоздал! Полировал шнауцер! Эггман, ты любишь пушистых собачек? Я... Нет, нет, никогда! Я злой и могущественный Эггман! Я бы не... Да кого я обманываю? Конечно, я их собираю! Они такие милые! Это точно! Окажи мне услугу, и не говори Сонику и остальным! Они только смеяться будут надо мной! Ой, не говори! Не волнуйся, я сохраню твой секрет! Вот, какая у тебя любимая собачка? О, нет! Как можно выбрать только одну? Знаешь, Эггман, может, ты и не такой уж плохой! Я затру вас, ужасные паразиты, с лица планеты! Не хочешь потом заглянуть в логово, чтобы разочек сыграть в собачек? Ты что, серьёзно? С чего бы мне заходить к тебе? Ты прямо сейчас с нами сражаешься! Давай разделять работу и личную жизнь! В работе мы враги, а в личной жизни товарищи! Помочь? Нет, всё под контролем! Ладно, буду в восемь! Ях! Проклинаю тебя, Эми Роуз, за то, что отправила меня за горизонт! Увидимся очень не скоро! Эми, мы на пляж! Ты с нами? Эм, нет, мне нужно полить кошку! Да, я очень занята! Пока! Видели? Третий раз на этой неделе! Я волнуюсь! Вдруг она зальёт кошку! Коллекция впечатляет! Питбуль Поли? Доберман Дирк? Серьёзные ребята, но кого-то не хватает! О, да! Легендарного пуделя красавчика! Белый кит, пушистых собачек! И я давно охочусь на него, как ястреб! Что ж, моя коллекция со мной! Меняться будем? Меняться? На эту мелочь? У меня-то здоровяки! Силовики у тебя есть, но не хватает дезинформаторов, помощников и защитников! Видишь ли, я коллекционер! И не знаю, как играть в игру! С таким набором и со мной в качестве учителя, ты быстро достигнешь высот в этой игре! Цель – убрать всех собак противника с доски! У каждой собаки есть свои уникальные особенности! Ретривер золотка может выкопать яму, удерживая противника на три хода! Шарпей Шарлин лает так, что отпугивает с доски собаку помельче! А это? Бульдог Герти! Если её сдвинуть, она оставляет грязь в доме и выбывает с доски! Я никогда её не двигаю! Она стоит на удачу! О, а на этой корона! Это ледяная тиара! Подобные аксессуары усиливают собаку, и они прелестные! И не говори! А теперь я покажу тебе, как надо играть! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отлично! Ученик превзошёл учителя! Я учился у лучших, но теперь лучше я, раз уж я тебя победил! Победный клич! Вы заметили, что неделя тянется как-то медленно? Эй, а что если дело не в неделе? Что-то происходит, но мы просто не чувствуем! Да нет же, мы во всём участвуем! Да, когда что-то происходит, в центре всегда ты, или я, или Наклс, или Стикс, или Эмми! Что там? Не вижу! Может, подойти с другой стороны посмотреть? Как будто она ждёт свидания! Свидания? Класс! Мнение, дело! И не смотрите так! Эггман! Надо его остановить! Ты это сделал! Молодец! Не отдал мне притворить в жизнь мой злодейский план! Ведь я именно поэтому был здесь! Да, кстати, мне пора! Его атака не показалась вам странной? Нет! Он наводил ужас, я была в страхе! Эггман перед атакой обычно не стучится! Что происходит, Эмми? Ничего! Я слабая, беспомощная девушка, и вы все спасли меня! Эх! Ладно! Мы с Эггманом товарищи по пушистым собачкам! Ты дружишь с Эггманом! Только когда мы не сражаемся! И мы товарищи по собачкам! Завтра мы с ним идём на собакон! Это заговор! Хитрость! Уловка! Подстава! А ты наивная, доверчивая, марионетка в его руках! Нет, Стикс! Всё гораздо хуже! Думаю, они и правда идут на этот конвент, посвящённый собачкам! А так как Эггману я не доверяю, мы идём на этот собакон! Хотя я и опасаюсь за свой имидж уличного парня! Это чудесно! Я редко использую это слово! Эй, я только что нашёл сырную палочку! Чудесно! Сколько прелестных аксессуаров! Эй, парень! Чего хочешь за пуделя? Простите, но я не могу с ним расстаться! У каждого есть цена! Давай я дам тебе маламута миссии, питбуля поли и добавлю парочку роботов! Знаешь что? То же самое, но без орбота и кьюбота! Видишь, уже лучше! Нет! Ладно, ты неуступчив! Давай так! Я добавлю робота-уничтожителя! Дети любят таких роботов! Мой сын обойдётся без гигантской машины для уничтожений! Ты ничего не понимаешь в детской безопасности! Мой малыш! Ладно, мама ушла! Что скажешь? Вот прелестная шляпка! Если её активировать перед очарованием собачки, невозможно устоять! Помогите! Кто-то или что-то нападает! Общество молний! Общество молний! Надо разобраться с этими неудачниками! Куда они пошли? Ой! Идём ты! Ничтожество! Нет! Я не виновен! Не забирай меня, брат! Что ж, мир пушистых собачек так же суров! Этот парень украл моего пуделя! Нет! Мы обменялись! Твой пудель, красавчик, за то, чтобы я не уничтожил всё, что тебе дорого! Заканчивай уже, Эггман! Нет, Соник! Дай мне разобраться по-своему! Эггман, предлагаю игровую дуэль! Если я выиграю, ты отдаёшь ребёнку пуделя! Хорошо! Но если ты проиграешь, я получу бульдога Герти! Зачем? От неё ведь никакого толку! Но ты её любишь! А я ведь злодей! Я знаю твою тактику! Это же элементарно! Как? У тебя осталось только Герти! Самая слабая фигура в игре! Я разыграл тебя как по нотам! Просто классика жанра! Прямо как тогда, когда я украл пудель, отвлекая вас горным обвалом и подставил обществу молний! Свалил вину, да? Хорошая идея! Герти, давай наследим, ладно? О, я почти забыла! Прелестная шляпка! Теперь Герти самая очаровательная собачка на доске! Никто ни в чём её не обвинит! Так что вина за грязные следы падёт на другую собачку! А поскольку у меня больше никого нет, я обвиню твоего пуделя! Нет! Нечестно! Как ты вообще можешь? Тебе не победить! Отдавай пуделя! Нет! Там нет! Хорошо! Тогда мы больше не товарищи! Но! Но! А я-то думал, что мы лучшие друзья! Хорошо! Я верну пуделя! До следующей недели! Прямо после взрыва! То есть, после того, как я покрашу свою игровую! И игра окончена! Я победила! Хе-хе-хе! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная Сеть СОНИК БУМ Врага мощнее мы не видели! Пока же, наконец, мы встретили равного! Не следовало сомневаться в удивительных умениях и невероятной силе стажёра Тейва! А теперь мой гнев обрушится на вас, как... Как дождь! Болезненный дождь! Как, когда идёшь по улице, ничего не подозревая, вдруг... Бам! Дождь! А теперь... Готовьтесь встретить! КОНЕЦ! КОНЕЦ! А-а-а-а! Пожалуйста, Дэйв! Умоляю о пощаде! Я беспощаден! Я же работаю в индустрии фастфуда! Дэйв, что ты там делаешь? Ничего, мам! Будешь весь день в куклы играть? Или попробуешь стать настоящим злодеем? Это экшн-фигурки! Я и есть злодей! Помнишь, я же член общества молнии! Неудачники! Почему ты не похож на доктора Эггмана? Такой прекрасный, ужасный человек! Я тоже ужасен! Ты не знаешь, на что я способен и кем я стану! Не знаешь! Я плохой! У меня есть такие дурные вещи, о которых ты не знаешь! Я буду злом, а то увидишь! Возможно, это пока наш самый коварный план! Да! Когда люди попытаются поднять приклеенные монеты, они будут ужасно разочарованы! Дэйв, ты как, с нами? Простите, но мама запрещает мне общаться с вами! Вы оказываете на меня недостаточно плохое влияние! Ой, четвертак! Подберу его, пока владелец не вернулся! Коварные планы, злодейские замыслы, все же есть! Пусть у меня пока нет суперсил, но... Возможно, я смогу их скопировать! Когда я активирую морозильный луч, Соник с друзьями превратятся в лёд навеки! Чудесный прохладный бриз! С помощью этого увеличительного стекла я обрету силу солнца, чтобы поджарить этих болванов! Класс! Да! О, ужас, джунгли! Приказываю вам атаковать и уничтожить! Ах, гладайте! Гладайте, неся возмездия! Ух ты! Злодейство на пять с плюсом, парень! Ты ничему не научился, как мой стажер! В сторону, сынок, смотри на работу мастера! Насладись видом моей новейшей электроклетки! В которую я точно смогу поймать Соника и его друзей! О, как по-злодейски! Чтобы стать суперзлодеем, нужны суперзлодейские технологии! А у тебя что есть? Картонный шлем и скидка в нямбургере! Неправда! Скидку дают только управляющим! Я устал от того, что меня никто не ценит! Что происходит? Где я? Ты в моем подземном логове? Похоже на обычный подвал! Я же сказал, что оно подземное! Тебе это с рук не сойдет! Арбот и Кьювот уже спешат мне на помощь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе не кажется, что чего-то не хватает? Не знаю! Стой, знаю! Мои игрушки! Надо расположиться поудобнее! Экстренное сообщение из мира злодейства! Многолетний сильный игрок доктор Эггман больше не самый ужасный злодей в городе! Мы получили шокирующее видео от неудачника, который всегда путает мой заказ в нямбургере! Доктора Эггмана заменил я! Но вы ужасающий король злодейства! Стажер Дэйв! Нет, постойте! Теперь я... Непобедимый Дэйв! Соник, теперь я твой новый главный враг! Я вызываю тебя на бой! Пади в страхе передо мной! Дэвид! Иди наверх и примерь новую пижаму! Как ты хотел, с машинками! Мама! Ты меня позоришь у всех в глазах! Здесь ежик Соник! Соник, что ты скажешь? Если честно, сор, я рад, что Эггмана больше нет с нами! Слышишь, Дэйв? Соник рад, что я больше не могу напасть на него! Я побеждаю! Ой, я ведь в клетке! Что до Дэйва? Если честно, он не представляет угрозы! Разве что опасна его стрипня! Пищевые инфекции – это не смешно! А вот Дэйв уморительный! Тихо! Я покажу Сонику, как надо мной смеяться! Ты привыкнешь! Мне просто нужно немного силы! Я знаю, где её взять! Даже не думай заявиться ко мне в логово за моей злодейской технологией! Вообще, я собирался сходить в тренажёрный зал! Но украсть твои технологии – это план получше! Почему я не уважал Дэйва? Почему? Возмездие будет! Ну, давай, дурацкая штука, поворачивай! Возмездие! Кажется, он думает, что возмездие будет чем-то, но я не уверен, чем! На это тяжело смотреть! Соник, нужно это прекратить! Я займусь! А вы не дайте Дэйву попасть в беду или причинить вред кому-то! А я героически помчусь за помощью! Неудивительно, что Соник ненавидит ловушки! Так неприятно! В следующий раз, проектируя ловушку, я оставлю в ней журналы, прохладительные напитки и настольные игры, чтобы пленник понимал, как его ценят! Эдман! Дэйв бесчинствует в городке с твоимосьми-ботом! Он же не использует чернила! Они стоят целое состояние! Я разорюсь! Обсудим, когда я тебя спасу! Спасёшь? О, нет! Меня не может спасти мой главный враг! Друзья меня засмеют! Друзья? У меня есть друзья! Я не обязан тебе это доказывать! Может быть, ты просто уйдёшь со мной? Я и сам могу отсюда уйти! Спасибо! Что там происходит? Ничего, миссис Мамадеева! Это всё ты виноват! Ты ведёшь себя совсем как маленький ребёнок! Я не ребёнок! Не заставляйте меня спускаться! О, нет, она идёт! Ладно, выпусти меня! Контроллер вон там! Только не говори никому, что спас меня! Народ! Я спас Эггмана! Просил же тебя! Как нам выключить эту штуку? Так я и рассказал тебе, как выключать моего робота! Только не поцарапай полировку! Я иди на ковбой! Это же щупальца! Эггман, как он выключается? Нет, ничего я не скажу! Ах, да ладно! Если тратишь чернила, хотя бы попадай! Ах, да я разорюсь! А ты купи нелицензионные чернила! А может, сразу смыть деньги в унитаз? Такие чернила не работают! Ладно, я помогу с выключением! Между верхним и нижним клювом есть переключатель! Это где? На ходовой части! У сифонов! Ты что, восьми батах не разбираешься? Я не подпущу тебя к моим сифонам! Ой! Ой! Наконец-то мама будет мной гордиться! Ведь я уничтожу ежика Соника! Запечатлю-ка я это мгновение для потомков! А-а-а! А-а-а! Он развернул зеркала и изменил все настройки! А у неё откопилка пустая! А там были деньги! Вытащите меня отсюда! Мамуля! Дэвид, это ты разрушил мой дом! А-а-а! Да, мама! Ты сделал ужасную вещь! Я так тобой горжусь! Так я не неудачник! Нет! Ты злодей! Думаю, дело сделано! Идём, народ! Пора домой! Эй! Четвертак! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал «Всемирная сеть» Субтитры подогнал «Симон»! Он был в «Симон»! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Всемирная сеть» Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...